Так, все внимательно смотрим. Масок, Ашкару, командир, особенно. Где надо, как... Рано утром на площади Свободы в центре Грозного шли последние репетиции военного парада. Сегодня в Чечне отмечают шестой год независимости самопровозглашенной Ичкерии. Отметить независимость в Грозный приехали гости из Украины, Литвы, Турции, Израиля и Казахстана. Президент соседней Ингушетии Руслан Аушев через некоторое время поднялся на трибуну, где собрались лидеры Ичкерии. Войный парад принимал главнокомандующий, президент Аслан Масхадов. В параде участвовали несколько сотен бойцов чеченских вооруженных сил. Среди них женщины, подразделения спецназа и отряд национальной гвардии. Гвоздь программы бронетехника. На вооружении Чечни сегодня установки ГРАД, БМП, БТРы и танки. Часть из них, как утверждают, боевые трофеи. Их отремонтировали, подкрасили и нарисовали новые эмблемы. В чеченской армии, которая теперь заново собирается из разрозненных отрядов, разрешены бороды и другие особенности местного характера. Например, одно из подразделений маршировало в солнцезащитных очках. Президент Масхадов на одной трибуне со своими политическими конкурентами призывал нацию к единству. По его словам, чеченцы должны быть бдительными и не поддаваться на провокации, потому что недруги пытаются их поссорить между собой. Первый раз свою независимость Чечня отмечала в 92-м году. Президент Дудаев, генерал-майор советской авиации в отставке, сделал военные парады визитной карточке своей республики. Суверенитет, который разрешили брать в неограниченном количестве, в Чечне взяли с автоматом в руках. 6 сентября 91-го года, когда в Грозном разогнали Верховный совет Чечено-Ингурской республики. К власти пришел общенациональный конгресс чеченского народа. Тогда появился Дудаев и вместе с ним обещание сделать из республики второй кувейт. Получились два года войны. Сегодня обещают свободу и порядок, а на месте взорванного президентского дворца построить новый, точную копию старого здания. За 6 лет лицо мятежного субъекта Российской Федерации не изменилось. Это все тот же Джохар Дудаев. Разница в том, что сегодня черная шляпа и усы генерала за спиной его политических наследников. Вопрос в том, смотрят ли они дальше своего предшественника. Александр Хабаров, Арбиза Байраев, телекомпания НТВ. Александр Хабаров, Арбиза Байраев.